Я её тащу, а ветер такой, и мне прям всё в лицо. Купила я, девочки, книгу Ханна Нидл. Все, походим, это вкусненькие, что я всё хорошо поил. Смотрите, вот такой беленький, но там я вижу крапления бежевые. Он крупненький сам по себе, но совсем другое дело, объёмчик появился на голове. Всем доброе утро, мои хорошие, сегодня пятница. Сегодня мы с Данечкой не пошли в садик, потому что что-то ночью проснулся. Что-то он кашляет, во-первых, уже вчера кашлял, мне это не нравится. Просто такой вот сухой кашель. Насморка не было. А вчера что-то уже перед сном чуть заложила один носик, я ему пробила. Ночью он что-то проснулся тоже, кашлял, кашлял. Нос, смотрю, заложен. Нос освободило, всё нормально. То есть, ну, нет такого что-то постоянного. Я понимаю, что это кашель, скорее всего, от носа. Вот всегда у нас так было, да? Закапываешь носик, и всё. Но я думаю, блин, такая погода какая-то сырая, и не пойму, может быть, что в садике там, может, то ли жарко ему, вот этот новый костюм. Я ещё не пойму, как он себя в нём чувствует. Чтобы он не переохлаждался, а не было ему слишком жарко, а потом он раздевается, и, короче, ну, поняли, да? В общем, сегодня пятница, потом выходные. Я решила, что оставлю его дома, послежу за ним, понаблюдаю за эти три дня. Вот. Так что есть у меня какие-то дела по списку, будем их делать вместе. Ещё нужно посылочку сегодня забрать в Фаберлик. Мама её вчера забрала, потому что у меня вчера три часа был мастер-майнд. Мы подводили итоги, как я справлялась с заданиями. Появились новые задания, новые какие-то открытия. Вообще я заметила, что я не знала просто это за собой, но сейчас начинаю замечать, что я очень плохо иду во что-то новое. У меня сложились какие-то, ну, вот, особенно, что касается работы, развития бизнеса, да, у меня сложились какие-то стереотипы в голове, что вот, типа, да, там, СММщика очень тяжело найти. Мало людей, которые умеют хорошо это делать. Все просят деньги, а на самом деле, ну, они ничего не делают. Ну, то есть, они не делают чего-то того. Блин, что ты там рвёшь? Что рвёшь там? А на самом деле они не делают чего-то того, ну, что вот прям вообще как-то непросто, и ты этого не умеешь. И, ну, не знаю, короче, какие-то такие стереотипы. Я знаю, что СММщиков хороших все ждут и любят, и готовы им платить деньги, лишь бы они приносили деньги, ну, деньги им, да, бизнес. Вот он работает, а когда на зарплате люди сидят, они, короче, ничего не делают. Ну, в общем, у меня вот эти вот сложности, а мне нужно просто кучу этих историй. Слышу и такая думаю, не, вот тут я сама, тут я сама. И у меня вот эти стереотипы сложились, и когда мне начинают говорить, ну, уже на самом... У меня сразу такая, не-не-не-не-не, хотя я знаю, что есть люди, которые действительно работают, есть люди достойные, которые действительно круто помогают тебе, могут помочь. Ну, это такие единицы, это просто золото такое. Такой был вчера мастер-майнд, вот новые вещи какие-то, и я так тяжело вот к этому ко всему иду, такая перевариваю, да, блин, неужели надо так, хочется что-то попроще, хочется каким-то обходным путем пойти. Вот, над этим сейчас работаю. Так, я еще кофе себе не сделала, уже время 11 часов, я уже даже, да, 11, я все что-то туплю. Пошла кофе сделала, в конце концов, хочу скупаться, в ванне поваляться, отдыхаем, работаем, совмещаем все это гармонично. Субтитры сделал DimaTorzok Мешайте мне работать? Убираться? Я что мимо прохожу, а ты меня, а ты меня, что, ты что меня захватываешь? Захваты делаешь мне, а? Ты, блин, чё мой сладкий, чё мой такой сладкий мальчик, чё мой сладкий мальчик такой, играет с мамкой, а? Мамка проходит, а он хватает за ногу, прикиньте? Ты чё? Ты чё? Чё мой? Иди, моя морда, любимая. У нас тут некоторый бардачок нарисовался. Нам нужно все это убрать. Музыка 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 Всем доброго дня, мои хорошие. Я, честно говоря, вот сейчас беру камеру и вообще не помню, я сегодня с вами здоровалась или нет, брала я камеру в руки или нет. И чё мне вам говорить? Продолжать? Или как? Или чё? Ладно. Ну, я скажу сейчас. Целый день сегодня мы дома. Сегодня созвонились с Кристиной. Она хочет ко мне приехать подстричься. Вот мы тут договариваемся о времени. Сейчас я снимаю пока видео. Мне нужно пройти тест сегодня в моём институте. По окончанию, по завершению тематики, которые у нас были на этой неделе. Потом... Что ещё? Что ещё? Что ещё? Потом мне надо покушать, потому что сейчас время 13.30 и я только пью первую кружку кофе. Всё это время растянула. Сейчас сняла для вас видео. Деня хочет порисовать. Ага, давай. Ну, давай. Ну, давай. Давай здесь. Хочешь, выстилай. Вот, Деня нашёл, чем он будет рисовать. На чём он будет. Вот такую штуку нашёл. Давай, раскладывай и раскрашивай. Вот фломастеры. На. А это? Ну, всё, садись. А ты ровненько только разложи всё. Хорошо? Да. В общем, Деня будет рисовать, пока он уже покушал сегодня. Всё. У него сопельки ещё продолжаются. Мне не нравится немножко этот момент. Вот. Ну, вроде уже не так кашляет, как вчера. Вот. Ну, короче, дома должен быть. Не надо гулять. Ничего. Сегодня, может быть, свекровь придёт с ним посидеть. А я поеду. Ну, планировалось так вечерком. Хотела поехать к своим друзьям в свой буддийский центр, помедитировать, посидеть, попить чай. Я очень там расслабляюсь, отдыхаю. Мне этого не хватает. Я уже давно с ними не тусила, можно так сказать. Ну, в общем, ненадолго, там, на пару часов. Думаю, сходить. И заодно, может быть, я даже с Кристиной вечером и встречусь и вместе приедем уже домой. Вот такие планы. Так что, пока я пошла заниматься делами мелкими, там, сям, покушать. Может, ещё что-то с ним снять успею. Вообще, мне ещё нужно сегодня пройтись, позабирать все посылки, да, там, в Фаберлик, на Вайлберрис, к маме заехать. Вот. И я просто думаю, что, наверное, я когда уже выйду, пораньше выйду из дома, просто всё это сделаю, чтобы специально не выезжать, не тратить на это время. Короче, вот такие планы пока. Представляете, сейчас узнаю. Ну, невнимательно посмотрела видеоприглашение. Вот это, где Мама Года, да, то, что вы голосовали у меня. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете меня. Меня номинировали там. Мама Года, по версии я покупаю. Вот. Очень приятно. И сегодня я узнаю, что в красном, оказывается, я просто невнимательно там почитала дресс-код в красном. Я сразу вспоминаю красное платье длинное, которое я продала. Недавно была распродажа. Оно очень красивое, оно очень с таким длинным разрезом. Вообще так красиво мне шло. Но сразу же его одной из первых забрали, потому что платье реально классное. Вот если бы его не купили, я бы в нём пошла. Так что мне придётся что-то новое красное искать. Красное вообще мне идёт. Фух, крошки мои. Время сейчас, знаете, сколько? Сейчас время половина пятого. На улице уже темень. Оказывается, ещё и дождь на улице. Что-то я не спросила у своей крови. Что там на улице? Ой, одела я голубой костюм. Ну вот как я и не хожу обычно, когда дела надо делать, да? Я такая думаю, ладно. Несмотря на то, что я выкидываю мусор, там посылки надо позабирать. Одену голубой костюм, серебряную курточку. Всё такое светленькое. Нарядилась. Еду ж. А на улице дождяра. Как бы мне не испачкать мой голубенький нежный костюмчик. Я ещё с этой огромной коробкой с мусором. Короче, там три пакета у меня и большая коробка. Я её тащу, а ветер такой. И мне прям всё в лицо. Я такая думаю, не. Бросила сейчас в машину. Сейчас доеду до мусорки, и так будет проще. А то там могли приключения быть за эти сто метров. Вот. Так, надо маме сейчас написать, что я к ней сейчас заеду. Ну что, мои хорошие, я уже приехала на свой район, помедитировала с друзьями. Чай попила, там собирались они фильм смотреть на проекторе. Не помню какой. Но я не собиралась просто оставаться фильм смотреть, потому что у меня Денечка со свекровью. И я скорее как бы домой. Всё. Помедитировала, встретилась, чуть расслабилась и домой. То есть я сегодня прям не гулеваню. Сегодня дождь был, поэтому Кристинка не приехала в центр. Мы планировали с ней встретиться, чтобы она... Ну, чтобы я её забрала из центра, да. Но так как дождь, в общем, свои дела, то всё. Она сказала, утром завтра приедет. Вот, я не знаю. Наверное, влог ещё будет продолжаться, да. Завтра увидите её. Вот. Сейчас я подъехала, кстати, к местечку. Я же всё уже поела. Завтра воскресенье, а еды никакой нет. Сейчас как раз ещё и скидки вечерние. Здесь такая тоже домашняя еда на вынос. Сейчас зайду куплю, что-нибудь сладенькое куплю. Свекровь покормлю вкусненьким чем-нибудь. Угощу её. Вот. И что ещё? Книгу я купила. Купила я, девочки, книгу «Ханна Нидл. Взгляд. Медитации. Действия». Короче, книга по сути прям. Она не толстенькая, она такая тоненькая. Вот. Ханна – это жена моего учителя. Но её, к сожалению, уже нет с нами. Давно. Вот. Вот. Ну, она вообще очень крутая женщина. У неё очень крутой ум. Просто. Просто нереальный. И мне, к сожалению, я когда встретилась с буддизмом, да, то её уже не было. Её уже буквально как год, по-моему, не было. Вот. Так что я её не застала. И это очень печально. Я только о ней наслышана. Что это за человек, что это за женщина такая, да, какого масштаба там мудрость у неё. Насколько она бесценна вообще для буддийского взгляда. Вот. Её вот называют здесь, знаете, «Матерь буддизма». Вот. «Матери буддизма». Ханна получила имя «Матери буддизма», поддерживаемой ей традицией кармакагью. Фильм о её жизни собирает награды и затрагивает тысячу людей по всему миру. Да, я смотрела этот фильм. И после этого фильма мне стало так её мало. Мне захотелось ещё что-то почитать. И вот вышла книга, наконец-таки. И мне кажется, здесь прям по сути всё так будет. Я очень хочу её скорее начать читать, но потом расскажу вам уже, как. Так, что я принесла вкусненькое? Будете кушать? Меренговый тортик шоколадный. Меренговый тортик. Собрала этот самый. Другой штучка смой. Тот и тот попробуем. Я по чуть-чуть взяла, чтобы попробовать. Как же. И курник нам взяла вкусненький. Салатик Оливье. Спасибо. Да, сейчас все попробуем. Это вкусненькие штучки. Он всё хорошо поел. Уже уходит, Надежда Ивановна. Всё, всем пока. Всем спокойно. Всё, спасибо. Что у меня с голосом, боже мой? У меня с утра так голосом. Спасибо. Приходите ещё. Все непременно. Как только, так сразу. Да. Скоро будем краситься. Я подготавливаю краски все. Да, да, да. Чтобы я была гарна. Гарна, девчина, да. Всё. Всё. Давайте. Спокойной ночи. Май ночи. Спокойной ночи. Так, купила ещё своим зверям уже третья лопатка, девочки. Потому что у меня лопатка сначала одна была вообще с вот этими дырочками маленькими. Вторая лопатка взяла чуть покрупнее. А сейчас взяла силикогель-наполнитель, который прям крупный. И мне все какие-то дырки маленькие, короче. И мне из-за этого некомфортно убирать. Я говорю, дайте мне самые большие дырки на лопатке. Говорит, вот крупнее не было. У меня уже три лопатки. Вот, смотрите. Давайте хоть проверим, я реально крупную купила или нет. Ну, покрупнее, да, кстати. О, покрупнее. Видите, они застревают. Так это ещё мелкие. А так вот там они крупные. Мне вот нравится вот этот наполнитель, который у меня. Первая лопатка у меня вообще вот такая была. Мне нравится наполнитель, который я сейчас купила. Он очень хорошо впитывает и как бы мокрого нет. Он всегда вот сухой какой-то. Короче, мне нравится. Буду им, наверное, пользоваться, поэтому мне нужна лопатка широкая такая. 55 рублей. Девочки, вот такой силикогелевый наполнитель для кошачьего туалета. 8 литров я взяла. Он стоил там со скидкой, по-моему, 750 что ли или 760 рублей. Он крупненький сам по себе. Он крупнее, чем тот, который был у меня, Мурзик или какой был перед этим. Но Мурзик, у него, знаете, тема какая, что у него какая-то впитываемость не очень хорошая. Прям видно, что он влажный. А этот хорошо впитывает и прям всё время он какой-то сухой. Даже если он желтеет, он всё равно какой-то сухой. Ну, вот мне нравится. И запах держит нормально. Короче, и поэтому я для него решила взять покрупнее вот этот вот совочек. Девочки, смотрите, ко мне пришёл Фаберлик. Я немножечко тут покажу вам, что я заказала. А, первое, что я заказала, это вот такой вот спрейчик, который мама мне, кстати, сказала, что он очень классный. Им пшикаешь и напоминает ей, как мы в стул. Там спаснее. Знаете, очень успокаивает вот этот аромат. Я заказала такой же сейчас. Попробую, действительно ли такой аромат. Ну-ка, вот он, видите, расслабляющий мис для сна. Мамуль, смотри, я знаю, ты влоги все мои смотришь, купила. Сейчас пшикну. Так, ты будешь нюхать, Бан? Ну-ка. Да, есть что-то. Ой, вместе с хвоей у меня есть водичка такая хвоя. Вот этим пшикнуть, хвою поставить. Будет прям реально то же самое. Классный аромат. Да, мне нравится, мамуль. Супер. Так, вот этот ароматик. И, кстати, вы знаете, на моем канале стукнуло 300 тысяч подписчиков. Скоро будет конкурс, скоро будет праздник. Я хочу такое видео интересненькое приготовить. Там будут подарки. Буду разыгрывать бьюти-боксики такие. И вот собираю свои любимые фавориты. Вот этот мне нравится. Сухой шампунь. Фаберлик. Вот. Вот это мне очень нравится. Бодрящая пена. Просто я всегда наливаю. У меня уже все закончилось. Вот я взяла и себе, и вам. Ну, по несколько штучек. Потом обязательно новиночку взяла. Это, кстати, я не пробовала еще. Но вот такая вот Фаберлик. Глам Тим Мейкап. Тушь. Она там с эффектом, по-моему, ресниц. Смотрите, накладных. Сейчас вам скажу. Эффект накладных ресниц. С первого взмаха. Щеточка. Вот я взяла. Девочки. Будет тоже в бьюти там. Ну, конечно же, вам бомбочка такая классненькая. Ну, вот в ванне, да, чтобы по кайфу прям было отдыхать, лежать. Вот. Так. Это я тут готовлюсь к... Вы поняли, к чему. А, это же я еще и себе взяла. Я себе такую тоже взяла и вам в бьюти-боксик взяла. Ну, думаю, пусть новиночка будет. Так, а это что я взяла? Увлажняющий крем-тинт для лица. Крем-тинт. А, это что-то новенькое. А я не брала, что ли, такой? Не брала, похоже. Да, вот такой вот крем-тинт. Он с защитой SPF 25. Вообще, крутяк. Ну-ка. Смотрите, вот такой беленький, но там я вижу крапления бежевые. А ну-ка, давайте размазываем. Что-то много сделала. Ой, смотрите, размазываю. А он такой темнеет. Смотрите. Видите? И подстраивается под кожу. Обалденный! Как он маскирует! Я вижу уже, как он маскирует. И подстраивается под кожу. Обалденный. Офигеть, какой классный. И увлажняет классненько. И аромат шикарный. Гля. Шикардосик. Вот это шикардосик. Всё. Супер. Офигеть. Вот я молодец, что я это дело взяла. Такой маленький. Хочется побольше, чтобы он был. Ну ладно. Будем пробовать. Ой, его совсем чуть-чуть надо. Получается одно вот такое выдавливание. На всё лицо хватит. Буду пользоваться. Короче, вот всё. Здесь подарочки ваши. В основном здесь все подарочки. Ждите конкурс. Блин, офигеть, девчонки. Начинаю снимать активно в Instagram. В Stories. Забываю про влог. Что это такое? Короче, мы сегодня воскресенье. Мы сегодня целый день дома. Мы проснулись в 11 вообще с Дэнькой. Он нормально себя чувствует. Уже не кашляет так сильно, как до этого. Но он не сильно кашлял. Он редко кашлял. Когда нос забивается, он кашлял. Сегодня он уже не кашляет. И что-то вчера тоже я сильно не видела. Но у него насморк. Ну, периодически промываю. Не сильно прям насморк. Не течёт так нос. Но забивается. И я его промываю. Вот. Сегодня мы тоже дома. Никуда не собирались идти. Я потихоньку тут дела какие-то делаю. Вот прямой эфир сейчас. Через часик будет у меня. Кристина сегодня должна приехать. Она там сказала волосы покрасить и приедет. Не знаю, во сколько она придёт во время эфира. Может быть, как раз. Вот. И шо ещё, шо, 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 шо. Сейчас Дэнки кушать делаю. Сама ем курник, который вчера взяла в этом кафешке. Десертики у меня ещё остались. Очень мне нравится, как она называется. Мельфей. Не помню, как десерт называется. Ну, короче. А, брови мои наконец-таки начали слазить. Смотрите. Я так хочу насыщеннее их, если честно. Я так привыкла уже к этим бровям, что я бы даже их так и оставила. Вот. Ну, по-любому будем делать коррекцию. Будем делать насыщеннее их. Хочу-хочу. Вот. Так что сейчас кушаем. В институте своём лекцию прошла сегодня. Тест сделала. 10 из 10. Ответила на все вопросы. Я такая молодец. Сегодня, ну, вот эта неделя была очень такие интересные. Прямо про саму структуру рассказывали. Да, как вот вести сессию, вопросы. Вот прям мои любимые такие темы. Всё понравилось мне. И 10 из 10 ответила на тест. Вот. У нас практикум уже на следующей неделе. Что, солнышко? Мне уже... А, следующей неделе у нас уже начинается практикум. Вот. И я вообще вся вне терпения, потому что мне уже хочется. Но на самом деле я уже кое-на-ком, кое-на-ком из своих близких уже чуть-чуть попыталась потестить этот момент. На самом деле довольно так интересно. 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 Есть что обсудить. Но и мне надо больше и больше практики. Это вообще, короче, интересная тема. Когда ты видишь какие-то результаты, когда ты видишь, что человек находит какие-то новые идеи, какие-то решения, задается какими-то новыми вопросами, которыми раньше не задавался. Как будто подсвечиваешь ему где-то, где он даже как-то и не думал, что это важно, да. А ты ему подсвечиваешь, а он такой думает, о, класс. Короче, нравится мне все это дело. Кушаю я. Кушать пошла. Она-то таки приехала. Сейчас я ее покажу. Она спрячет волосы. Мы сегодня делали на ее канал там кучу всего. О, сейчас она прическу попробует показать. Крис, ну ты довольна окрашиванием? Я сегодня сделала татуаж губ новый. Это тоже новинка. Такой он, как после поцелуя. Растушевка, да. После поцелуя. Это сейчас тренд, на самом деле, вы можете его забить. Растушевка поцелуя. И сделали кончики тебе светлые, да? То есть я современная леди. Не гага, а гага. Но гага вот. Ну, в общем, я стримлюсь. Всегда она Селена знает. Я всегда была модная, современная. Было, было дело. В смысле, а сейчас? Я же сейчас тоже пытаюсь. Стремишься, да? Смотри, вот ты меня окрасила. Ты мне сделала супер. Ну, там, мы собрали все, что там сделали. Растушевку, это я тату сделала. Сейчас это модно. То есть это не смываемо в ближайшие три года. Ну, потом придется повторить, опять платить. На все нужные деньги, слушай. Это какой-то ужас. Не говори, да? Чтобы быть красивой, современной. Ну, подожди. Это, как ты говоришь, это вклады вот. Ну, совсем другое дело. Объемчик появился на голове. Появились больше кончиков. Слушай, мне так отбой все от женихов. Она все говорит и так. Ну, так вот, да. Я хотела на своем канале показать, как оно должно. Ну, все показали в итоге. Все секреты у вселенной на канале. Вот это мне не нравится, честно сказать. Взяла, блин, поправила. В общем. Ну, главное красота. Мы же о красоте сейчас говорим, поэтому... Современная красота. Нет, на самом деле, в этом, в 2000, конец 2021 года, начало 2022 года, это растушеванные губы именно за контур. Вот так, немножечко. Как будто вы целовались. Немножечко. Немножечко это были вот 20-е года, где-то 19-е. Вот, но сейчас, да, как будто... Знаете, с чем сравню эквивалент? Когда фоткались с цветами, с розами, якобы кто-то подарил, сами себе заказывали. Ну, нужно успеть на волну, как бы, чтобы потом не раскусили. А то сейчас губы растушеванные. Ну, вот, как бы, да, я пока одиночка. И делаю себе такие губы, чтобы не думать. Что я не думаю, да? Да, и как бы блонди всегда привлекают. Вот, например, Мерлин Монро, она же тоже была, ну, как брюнетка, шатенка. Сделала... Жизнь поменялась. Я решила, что... Хотя бы с кончиков начать, да? Ну, наоборот, это уже отросли. Вот это я потом вот домой приеду. Корни покрасили. Селена говорит, не надо, не надо. Взяла мне вот это вот. Короче, ну, вы поняли. Вот тренд современный. Барбосина. Барбосина. Ой, ты, Боже мой, Барбосина. Ой, ты сладкая, Барбосина. Привет. Это силикогель сейчас вот тут был. Можно обнять тебя? А можно тебе потрогать лапки твои? Мм? Барбосик. Такой недотрога у меня. Погладить тебя хочет, маменька. Мо ты, Боже, какой... Ты у нас просто этот, я не знаю, как тебе... Барон какой-то. Пришли тут его потревожить. Да? Чё это? Чё это? Чё это, а не твоё это? Положь на место. Привет. Привет, привет, пока, пока. Ну, нет, не пока, не пока. Не привет, не привет. Знаете, как получается это? Мультик вот реально, все мультики, все сказки, они вот... Вот это человеческие ситуации жизненные. У меня такое ощущение, что ты вот снимаешь, да? Это тоже насущный вопрос, поговорим об этом. Мне кажется, что я снимаю только твою грудь? Да. На тебе нос. Чё я хотела сказать? Либо грудь, либо нос, да? Дорого не надо. Так вот, про Винни-Пуха, мультик, когда они вот этот, помните, пришли поесть. Я забежала, такая вся уже... Ну, потому что уплотненный жизненный сейчас график, нужно и то, и то успеть делать. То есть, ну, вы понимаете, под конец года у всех, по-моему, суета и в банках, и не в банках, и стеклянных. В общем. И тут Селена, я уже такая оделась, говорит, ну, ты можешь у меня тут за ПК посидеть. О, здесь что-то ещё. Ну, просто у меня несколько моментов. Вот сейчас, опять же, с банками, ну, там есть у меня некоторые моменты, как и у многих, да? Туда не получается, еще там в одно место не получается фактически монтировать и ехать видео. Я могу, оказывается, здесь. Вот у меня тут мышку крутую Селена подогнала. Под цвет твоей одежды, смотри. Поэтому! Тогда мы идём к вам. Мы остаёмся! Короче, доброе утро, девочки. Дэня... Он у него там квест какой-то там проходит, тяжёлые испытания. Мы проснулись, пьём кофе. Я уже вывожу фильм. Кристина уже тут на связи со всем миром, со вселенной. Проснулась в 7 утра, мы пол 11. Дэнька не проснулась, или твой родственник разбудил? А, как это, бантик её разбудил. Она поворачивается, открывает глаза. Я пока ему жменьку давала, жменьку, так остой, думаю, не, кофе сейчас сначала наливаю. Но я знаешь, что Селена горнет повременнее, всё там. И трётся, и уже и слух меня сбивает. Я говорю, да глянь! Вообще, уже это он вот так вот. Он такой, ты чё? Он и обниматься, и целоваться, он вообще любовь, и он всё на свете тебе. Пока есть не Даша. Поэтому утром вот это и лезет. Нюшка, где не будет. Я говорю, да блин! Потом ещё и рядом. Он понял, что Кристину можно развести. Надо поесть. Сейчас лежит, кушает. Ой, покушал уже. Кристина, короче, ему с утра дала поесть, понимать, и выть загонял. Жменьку целую, целую жменьку. Съел всё. Зайчик, не кричи. И я ещё встала утром, и тоже он такой, вперёд всех, вперёд паровоза бежит. Уши прижал, хвост поднял. Такой весь уже, ай, да. Он такой. Вот, короче, всё, накормили всех. Что-то какие-то дела поделали. Вот взяла камеру сейчас. И что, и что, и что? Я хочу закончить этот влог просто. Мне сейчас его надо монтировать. Девочки уже говорили. А, Селена, будет ли влог? Что у тебя там на голове? Он что-то на голове поставил, как аккуратно шёл, чтобы не упасть. Вот, короче, всё, мы работаем сейчас. Сейчас я этот влог уже закончу. Крысиночка пока остаётся. Что? Кушаем блины титанины с удовольствием. Что у тебя есть ещё? Блины. Вообще, если сейчас эта еда подорожала, я не знаю. Ты пельмешки ещё не ела наши вкусные, самые вкусные на съезде. Если бы не потекли. Самые вкусные пельмешки на съезде. Я вообще, когда еду к Селине, думаю, блин, вот как бы держаться, не есть. Понимаете? Мне какая-то аура. Не получается. Вот так как. Да? У меня нету. Вот я если хочу, что-то... У меня... Как это называется? Стержня нет? Или как? Стержня нету. Нет, но стержня, вот когда не можешь себе отказать. Некоторые люди поставили, а силы воли нет. Нет силовой. В моём доме вся сила воли растворяется у людей. Потому что... Можно я доем там дыни на пельмени? Нет, а пойму свежие свежие. А, доем? Ну я всем свежие свежие, но в обед потом. Или ты сейчас... Не в обед, это у тебя утро будет. А, я только проснулся, ещё до трёх кофе буду пить. Я уже годы напила. Короче, не только Каты будут дербанить меня сегодня на поесть. Да, да. А ещё... А вон ещё супчик там. А ты не будешь его? Ну, нет, я могла бы, но пополам можно. Нет, зато потом. Ну, супчик рано ещё. Один! За утро только завтрак уже супчик. Уже двенадцать. Супчик рано. Не двенадцать, а без двадцати и двенадцать. Что? Двенадцать и семь. У нас продукты такие дорогие, Сильяна. Очень смешно, конечно. О, блин, я не сделала заказ воды. Я же заказ, еду мне готовую привозят. Я не сделала заказ, я прораспала. Я тебе не сваяц с северного полюса пешком. Блин. Короче, ладно, я к тому, что всё, мы работаем, короче, снимаем. Потихоньку слазают, смотрите, мои брови. Они уже почти слезли, видите, вот. Надо их на этого намазать. Вот эти уже слезли почти красивенькие. Вот этот помедленнее чуть-чуть слазит, но скоро уже слезут. Я пока ничего не снимаю с такими бровями, но Кристина говорит, «Сними меня, сделай мне макияж с макияж». А я говорю, я мало того, что с макияж не умею делать, ещё я не снимаюсь с бровями, понимаете, но Кристина заставляет. Я не заметила, что у тебя там какие-то другие брови. Она видит всегда мои брови вот такие вот, поняли? Она не заметила разницы. Ты говоришь, когда я раз смотрю, да, вижу плешки, а так ничего не вижу. Плешки. Не все ж такие, как ты. А другие смотрят и только плешки видят. Брови от татуажа я ни у кого вообще не замечаю. То есть что? Бывают красят так специально. Криво? Плешками красят? Ну, кожа, знаешь, вот бывает. Ну, типа где-то сильнее надавила, а где-то слабее. А вот почему-то от кожи зависит. То ли жировые как-то выходят не так. Где-то берётся хорошо карандаш, а где-то плохо. Краска так просто. Ну да, да, бывает. Короче, ну вы поняли, да? Мы дома, всё у нас хорошо. Кто-то в комментариях, кстати, написал, «Кристина приедет? Вы до сих пор дружите?» Зачем? Зачем это? Типа время уже пора, это всё уже. Время уже. Дынь-дынь. Ты тоже такое любишь? Нет, вот так я прямо не люблю. В смысле? В смысле? Внутри. Смотри, у меня... Фикси берёшь? Она берёт? Нет. Она берёт просто, и вот эта вот острая тема, вот так вот, и говорит, «Ты тоже так любишь?» Нет, я вот так острое не ем. Короче, всё, девочки, работаем, любим вас, целуем, готовим для вас контентик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok